друзья доброго времени суток с вами ирина и сегодня я хочу показать что же происходит с рассадой моих цветов многолетних и кое-что из однолетников первыми я высевала в январе месяце 28 января это были шалфеи и кое-что из лаванды в прошлом видео я ошиблась я раз говорила о декабре нет не в декабре а именно в январе были посажены посеяны первые семена ну вот он шалфей лекарственный прометель вот в такой упаковке давайте вам лишь покажу очень хорошие всходы уже 4 февраля появились первые всходы довольно дружные и на сегодня это ростки до 8 сантиметров кое-где уже есть вторая пара настоящих листьев вот он шалфей лекарственный прометель напомню что в прошлом году я покупала вот в такой упаковке было две упаковки куплены были в разных местах но всходы были абсолютно одинаково плохие всего лишь два сеянца было у меня один пропал один остался зимовать ну вот посмотрим как он перезимует не советую наверное все таки нужно походить стороной вот эти вот этого производителя семян ну а вот этот кто интересуется кто желает для себя высадить вырастить этот шалфей лекарственный очень хорошие всходы советую следующий шалфей дубравны розовая поляна либо же сальвия вот такие красивые розовые свечи тоже высевался 28 января но уже в прошлом видео я показывала всходы очень очень ранее быстрые всходы и на сегодняшний день тоже кое-где не на всех но на некоторых есть вторая пара вот она появляется вторая пара настоящих листьев замечательно очень люблю шалфей думаю что этот сорт тоже будет очень и очень симпатичный что еще у меня здесь вот именно на этом подоконнике это тимьян семьян вот такой медовый тимьян обыкновенный высота до 20 сантиметров высевался 5 февраля тоже очень быстро проросли семечки поверхностный посев на влажный грунт и после этого я присыпаю не сильно ну вот немножко так вермикулитом шалфея заглубляла вот этот розовая поляна наверное миллиметров 5 может быть чуть больше а лекарственный на сантиметр лекарственного семена покрупнее так что у меня на этом подоконнике ну начнем с вероники покупала 4 сорта вероники впервые я ее высеваю никогда раньше не выращивала это растение вот такая вероника вероника колосистая голубое веретено очень быстро проросла высевалась 2 февраля вечером снимала для вас видео 2 февраля уже вечером рассевала семена вероники вот этот сорт и розовый сорт здесь не указано просто вероника многолетника чарование а какой именно нет она должна быть до 70 сантиметров и вот это розовая уже начинает проращивать вторые не вторые а пару настоящих листочков вот эти два сорта очень быстро проросли буквально через не пять очень очень быстро также был поверхностный посев на влажный грунт и после этого я присыпала присолила вермикулитом тоненький тоненький слой еще два сорта вот такой темно-синий и вот такой голубой фиолетовый фиолетовый они проросли чуть позже на несколько дней и всходы но чуть по похуже но все равно мне кажется этого будет достаточно это что касается вероники тоже поверхностный посев и слегка присыпала вермикулитом желанное для меня растение вербена банарская вот она вербена банарская до 70 сантиметров должен быть кустик на две части я разделила семена одни семена я посадила посеяла сразу вот такой контейнер чуть-чуть присыпая этой же землей земля у меня теравита для цветочных растений либо же универсально в зеленой такой упаковочке мне очень нравится и вот она моя вербена банарская высевалась 5 февраля и проросла где-то через недельку а второй контейнер я поставил в холодильник говорят что вербена банарская плохо прорастает я бы не сказала сходы есть не все проросло на что то есть и советуют выставлять контейнеры в холодильник на дне 10 чтобы она лучше прорастала вот она моя вербеночка я очень довольна даже тем что есть следующее растение это лаванда лаванду я сеяла именно вот этот контейнер я сюда высевала семена 27 января лаванда вот из этого пакетика так вот он у меня попортился он просрочен семена были 19 года и до 20 до 20 я его покупала в прошлом году в одном из магазинов но и вот в этом году в прошлом году я не рассевала их а в этом году нашла и решила посеять сразу в открытых сразу в стаканчик без стратификации и довольно таки неплохо они взошли даже вот видите появляются листочки настоящие скоро буду пикировать и эти же семена посеяла вот в такой контейнер присыпала вермикулитом и неделю они у меня стояли в холодильнике ну что-то вроде стратификации такая вот такой эксперимент и вот неделю они стоят на подоконнике достала из холодильника и как видите проростки прорастает очень очень плохо всего лишь два семечка вот здесь еще у меня одна из лобелей синий цвет так и вот в такой баночки новое растение гаура с розовыми цветочками она идет как однолетник говорят что она у нас не зимует мы посмотрим кое-что проросло поэтому я думаю будет что высевать на участок сад вот она гаура здесь было 10 семян это очень крупные семена они похожи на ячмень такой вот вот как как будто бы семена ячменя посадила сейчас светит солнце как бы так поймать проростки а вот они из десяти семян проросло всего лишь 4 вот кое-что только-только появилась 5 февраля заглубляла на 2 сантиметра где-то так очень интересные с красными макушками и и вот такое растение и суп розовый он у меня был семена были посеяны в январе очень рано какого января 19 января высевали семена но это старая старый пакетик и семена но уже наверное все таки просроченные не проросло ни одно семечко до сих пор нет ни одного проростка и я убрала брала этот контейнер надежды больше нет вот так на подоконнике растет у меня лобелия сорт ампельной лобелии вот в такой упаковке очень хорошо и быстро проросла и по сравнению с лобелией хрустальный дворец выглядит конечно получше вот она моя ампельная и вот он хрустальный дворец я рассевала семена лобелии но старалась по ним немножко семян рассыпать чтобы не пикировать чтобы оставлять вот так как в контейнере и уже из этого контейнера высевать высаживать на участок сад лобелия конечно же прорастает очень хорошо ее главное не загубить не перелить не пересушить вся рассада у меня на подоконниках без подсветки поэтому конечно же выглядит она ну скажем так что то растет но особой пушистости конечно же нет я думаю именно из-за подсветки из-за условий ну и вот последние мои контейнеры это лаванда лаванда вот в такой упаковке она должна быть высотой до метра около метра с нежными голубыми цветочками высевала я ее 5 нет бру 6 6 февраля до 6 дело вот такие углубления ровчики выкладывала семена здесь было 30 семян и присыпала вермикулетом на сегодняшний день только три проростка три росточка так перед этим четыре дня эти семена лежали у меня в холодильнике на ватном диске влажный ватный диск смочены водой и после этого я их разложил аккуратненько вот в этот контейнер пока до сих пор это все хватте плечкой под пакетом и вот такая лаванда еще один сорт британская коллекция цветов настоящая английская она 35 сантиметров высотой с яркими соцветиями часть этих семян этого пакета у меня также лежит в холодильнике на ватном диске смоченном до конца месяца я ее подержу холодильнике а часть семян я сразу посеяла 2 февраля вот в этот контейнер поверхностный посев и присыпала вермикулетом вот это не лаванда это что-то другое проросло до сих пор вот уже 18 февраля у меня ни одного ростка я надеюсь что хотя там что-то вот растет непонятно что-то проросло это это не очень хорошо ну вот так друзья выглядят мои баночки с многолетними и однолетними цветами надеюсь у вас с рассадой цветов кто выращивает все в порядке намного лучше чем у меня обязательно покажу в следующем видео что дальше происходит как растет и развивается рассада моих цветочков всем пока пока